Здарова, друг, ты на канале JoyCenters, с вами Джон Кармилицин и это 45 серия CG новостей с новыми обновлениями, событиями и технологиями. Что мы приготовили в этом выпуске? Marmozet обновила библиотеку Toolbug 4, XSense снизили цены на свои системы макапа, новый рендер Atom от Amazon и робо-пес Boston Dynamics испражняется пивом в стакан. Выпуск на этой неделе получится небольшой, но сами знаете почему. Marmozet обновила библиотеку Toolbug 4. Это первое обновление с добавлением более 100 материалов и текстур, включая 39 новых смарт-материалов. Набор содержит различные виды краски, бумаги, пластика, камня и растительности. Текстуры включают в себя вмятины, матовые детали, царапины и морщины. Разработчики пишут, что время от времени будут добавлять свежие партии контента. Кроме того, были обновлены некоторые существующие смарт-материалы. Весь набор находится в бесплатном доступе для пользователей Toolbug 4. По ссылочке в описании найдешь информацию по загрузке этого ассета. XSense снизил цены на свои системы макапа, включая костюмы Mi VN Link и оборудование Avinda, ну а также сопутствующее программное обеспечение Animate. Это связано с запуском Motion Cloud — онлайн-платформы для обработки и обмена данными. Раньше цена устанавливалась по запросам. С сведением новой ценовой политики система стала намного прозрачнее и адаптированнее к потребителям. Многие инди-студии смогут получить доступ к стартовому набору XSense начиная от 3790 долларов. Системы Avinda — 7000 долларов, а инерционный макап костюмы Link — уже 12430 баксов. В дополнение еще необходим софт для записи данных Mi VN Animate — базовая версия бесплатна. Подписка Plus стоит 2750 долларов в год, а Pro — 9250 баксов. А с новым облаком Motion Cloud можно запускать захват движений в одном месте, обрабатывая данные уже в другом. По ссылочке в описании вся необходимая информация. 3dmaya.com запустили новый курс по созданию 2D и 3D игровых фильтров дополненной реальности. После прохождения сможешь продвигать свои фильтры в инстаграмчике или демонстрировать различные бренды в коммерческом плане. Обучение проходит в формате онлайн-трансляции, а после каждого занятия будет отправлено практическое задание. Ну и по любым вопросам сможете консультироваться с ментором курса напрямую. Лучшие студенты курса будут приглашены на стажировку в студию Morphe Vision. Курс стартует 27 апреля, ссылочка в описании и если что это не реклама. С ребятами я хорошо общаюсь и просто их поддерживаю. Nuki Gara выпустила Aketsu 2020.3.6. Я уже вижу твой профессиональный английский комментарий. Софт предназначен для анимации персонажей и довольно сильно отличается от других программ, так как манипуляции со скелетом по умолчанию происходят в режиме FK или IK. Ну и в нем нет элементов управления оснасткой, т.е. для постановки персонажа просто двигаешь части прямо на сетке со скелетом. В последнем обновлении улучшили обработку зеркального отображения в режиме анимации. Добавили новый режим рендеринга Unlead для просмотра персонажа во время анимации без фоновых объектов, дабы оптимизировать процесс. Также представили демонстрационные файлы новых персонажей, ссылочку оставили в описании. Уизилаб выпустила обновление Instant Terra 2.1. Включили две новых ноды Warp и четыре ноды Blur для обработки ландшафта, масок или Color Maps. В Animation Window появилась функция зацикливания. В дополнение к набору Open Topography добавили Mapbox в качестве одного из источников данных для внутреннего браузера. В документации сказано, что Mapbox позволяет загружать данные о высотах реального мира с разрешением более чем в 50 раз лучше, чем раньше. Помимо этого добавили новые опции для гидравлической и горной эрозии. В бесплатной подписке есть некоторые ограничения на загрузку. Подробнее по ссылочке в описании. F12 представил Groove Release 10, предназначенный для параметрического создания реалистичных деревьев. О нем мы рассказывали в первой части аддонов для Blender. Разработчик описывает это обновление как крупнейший выпуск в истории программы. Последняя версия получила полностью переработанный интерфейс и множество новых функций. Добавили радиальные виджеты, что особенно удобно при работе на сенсорном экране. Внедрили новый круговой проигрыватель для поворота и масштабирования объектов одним движением мыши. Появилась возможность выращивать новые ветви, рисуя штрихи во Viewport. Внедрили несколько инструментов для проработки положения как самого дерева, так и ветвей. Обновили алгоритмы роста, добавив имитацию мертвой древесины по мере старения деревьев и имитацию регенеративных побегов, вызванной обрезкой или естественным повреждением. Улучшили взаимодействие гравитации, ветра и теней. Ну и для ветра был проработан векторный виджет, который позволяет задавать направление и силу. Помимо всего этого, есть исправления и улучшения. Подробнее по ссылочке в описании. Амазон опубликовала краткий обзор нового рендера Atom в своем игровом движке Lumberyard. В официальном блоге сообщают, что Atom находится в разработке более трех лет. Этот ваш Atom физически корректный рендер с модульной конструкцией. Поддерживает PBR материалы, физическое затенение, GI и трассировку лучей. И он полностью управляется данными. То есть можно самому определять почти все функции и конфигурации через файлы JSON. То сокращает время в отличии от обычного кодирования. Но это мы еще на самом деле посмотрим. То есть рендер Atom не является монолитом. Это набор различных компонентов, которые можно легко собирать, интегрировать и расширять. В скором времени, возможно в этом году, рендер должен выйти на рынок. Точных дат Амазон пока не сообщили. Вышел Magic Teens 2.0. Это плагин для подбора и согласования цветов в программе Adobe, чаще всего в Photoshop. Инструмент основанный на машинном обучении. Автоматически применяет цветовую палитру из одного изображения, так скажем рефа, на другое. Цветовую палитру можно применить и к видео при композитинге. Среди изменений это расширенный алгоритм цветокоррекции, который может применять только контраст исходного изображения к целевому, ну оставляя цветовую схему неизменной. Ускорили загрузку и обработку изображений. Ну так скучненько. Помимо поддержки After Effects и DaVinci Resolve, Magic Teens позволяет экспортировать лут данные в виде PNG для цветокоррекции в игровых движках, таких как Unity и Unreal Engine. Ссылочка в описании. На Sketchfab в бесплатном доступе загружено более тысячи отсканированных моделей из коллекции музея Малопольска. Причем абсолютно бесплатно все объекты идут по свободной лицензии общественного достояния. Сможете заделаться криптоартами по полной программе. То есть можно применять даже в коммерческих целях, ну типа, вы понимаете, да, без указания авторства или юридических заморочек. Многие модели имеют PBR текстуры и благодаря плагинам Sketchfab их можно закинуть напрямую в 3D пакет. Также проект запустил свой собственный виртуальный музей, где помимо моделек собраны связанные с ним истории. Intel, ну кто бы мог подумать, в рамках GDC 2021 анонсировали сервис Bleep, в котором нейронки запикивают маты и оскорбительные фразы в режиме реального времени в голосовых чатах в играх. Ну, как бы все речь, будут сканировать и фильтровать. Сервис имеет несколько настроек, что позволяет настраивать отдельные категории высказываний. Ну, так, например, агрессию, ненависть к ЛГБТ, белый национализм, расизм и ксенофобию, ну а также женоненавистничество. Так что, ребят, не балуемся. Ну, будем потешить чуть-чуть. Один из подписчиков отправил видео, где робопес разливает пиво, но только так, будто писает им в стаканчик на полу. Как вам такое, Boston Dynamics? Апгрейдил пса YouTube-блогер Майкл Ривз. В ролике он рассказал и показал, как собрал установку. Автор даже отправился в штаб-квартиру Бостон ради 10-секундного мема в конце ролика. Ссылочку, кстати, на полное видео в описании. Есть. Внизу чуть-чуть полистай. Студия ILM выпустила короткометражку «Все минут» о виртуальной постановке второго сезона Мандалоренца. Мандалорца. Мандалорианца. Вот так. А точнее об инструментах, используемых при производстве. Ролик, скорее всего, направлен на продвижение собственных технологий. Ну а это платформа StageCraft, которая была переработана и обновлена до версии 2.0. Ну и новый реал-тайм-движок рендеринга Helios с поддержкой трассировки лучей. Последний, кстати, был разработан компанией с нуля. Оказывается, команда использовала Unreal Engine только для создания визуальных эффектов. Так что, как я вам и говорил, будущее не за Unreal, а вообще, в принципе, за реал-тайм-движками. Собственная установка ILM позволила произвести съемку на фоне фотореалистичных пейзажев с добавлением VFX в режиме реального времени. StageCraft также был использован в фильмах Хан Соло Звездные Войны, Изгой-1 и Ранга. Ссылочка в описании. Ребят, кто хочет использовать 2D в своих проектах, ну или вам просто нравится рисовать, а может просто подтянуть скилл, у Смирнов Скул с 20 апреля стартует бесплатный арт-марафон рисунки с Хрю. Регистрация открыта, ссылочка в описании. После того, как нарисуете своего Хрю, отправляйте нам в телегу, посмотрим, что за рисунки с такой. Спасибо, друзья, за просмотр. Недавно бухали в баре и отмечали день рождения тату-салона нашего друга. И там мне посчастливилось побывать в роли коллекционера. Выставили 3 реальных арта на продажу и вот эту картинку я вырвал из рук по цене дропа на фаундейшн. Знаете, бороться реальными деньгами это совсем не то, что делать это с криптой. Совершенно другой экспириенс. Я не коллекционер и мне картина реально понравилась. Но, блин, это было круто. Реально, ребят, чтобы понять, как мыслят коллекционеры и понять вот этот вот стимул и драйв, я думаю, что стоит побывать вот на таких аукционах и хотя бы посмотреть, как это выглядит. Так что спасибо, друзья, еще раз за просмотр. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, репостите, пожалуйста, ролик. Хочется постоянно над ними работать и, конечно, чтобы хотя бы был какой-то прирост от аудитории. Так что всем удачи и до следующего понедельника. А возможно и на этой неделе. Субтитры сделал DimaTorzok